Ивановские памятники архитектуры претендуют на звание лучших в стране. Стартовал мультимедийный проект «Россия-10». Каждый регион разместил на федеральном сайте информацию о памятниках культуры, заслуживающих особого внимания. Путем зрительского голосования будут определены 10 лучших объектов в стране. Замечательный проект. Цель этого проекта это все-таки поддержание интереса и граждан, и к объектам культурного наследия, к памятникам природы. И, конечно, развитие туризма, как внутреннего туризма, так и внешнего туризма. Право участвовать получило самое древнее каменное здание города – Щудровская палатка. Его постройка датируется рубежом 17-18 веков. Первоначально это была приказная изба князей Черкасских. Затем здание стало собственностью фабрикантов Щудровых. «Над этим зданием, которое мы сейчас видим, было настроено еще два этажа. Один этаж был, где печатали ситицы, то есть там стояли набойные столы, где вручную печатали узоры на ткани деревянными досками. И был еще верхний этаж, мешала, ну типа чердака такого с большими окнами, где сушили ткань на воздухе. То есть она была как бы трехэтажная». В таком состоянии палатка существовала до революции 1917 года. В 20-е годы памятник решено было ремонтировать. История реставрации Щудровской палатки – одна из самых долгих историй в Ивановской области. «В 64-м году реставрацию начали специалисты, но провели ее крайне неудачно. Они выкопали первый этаж, решили, что она ушла в землю, но перепад высоты был почти два метра. То есть она оказалась на дне глубокой ямы, вот это самое здание. Но они сняли верхние этажи, и вот она оказалась в таком как бы котловане, который заполнялся водой, разрушились фундаменты. В конце концов кончилось с тем, что она обвалилась часть палатки. И реставрация вот в 64-м году продолжалась где-то в 88-м с перерывами». Затем у палатки менялись владельцы. Каждый затевал свой ремонт. Здесь был музей, потом продавали золото и шубы, затем и вовсе организовали казино. «Если мы возьмем эти фотографии 2004 года этого места, здесь всю щедровскую палатку окружали, значит, кусты, поросль трехметровой высоты. И, в общем-то, это был и общественный туалет, не пойми что. И вышибались и окна, и двери были вышиблены, все это». То, что мы видим сейчас – заслуга Юрия Марушкина. Он взял на себя частичное восстановление древнего памятника архитектуры. Сейчас в палатке первые в регионе частный музей. Посетители могут оценить экспозицию уникальных фаянсовых фигур Конаковского завода. Отдать свой голос за щедровскую палатку можете и вы. Голосуйте на сайте «Россия10.ру». Давайте вместе занесем ивановские памятники на культурную карту страны.